Она вообще считает, что она у нас потомственная ведьма. В доме по улице 40 лет победы про колдунью Ирину знают все. Крики и драки здесь уже стали привычными. Недавно, к примеру, женщина устроила перепалку с соседями, которых она считает злыми духами. В качестве защиты выбрала зеркало, а сегодня и вовсе разбросала кирпичи по лестничной клетке. По словам соседей, новых жертв колдунья нашла на своем балконе. Как выяснилось позже, это оказались обычные рабочие. Активистка Елена Батагова решила капитально отремонтировать дом. Для покраски фасада наняла специалистов. Вот только после встречи с псевдоведьмой в этом подъезде они больше не работали. Она угрожает им перерезать провода, тросы, спускается, говорит, что расправится с ними. В начале лет колдунья устроила ремонт в своей квартире. Соседи эту идею не поддержали. Ну пошел отсюда. Что вы делаете? Тут вычищаю, трубу переделывать буду. Что я делаю? Ремонт еще продолжается. К слову, теперь он нужен и соседям сверху. У них начала обваливаться стена. По словам соседей, квартира колдунья Ирины в муниципальной собственности. И переделывать ее нельзя. Напомнить об этом мы решили лично. Ирина, а вы дома? Вы нам ответите что-нибудь? Дверь нам не открыли. Но от соседей мы узнали, что Ирина психически нездорова. И два года назад ее забирали в спецучреждение за избиением. Она меня схватила сзади. И она била меня в комнате, на стол, ногами, руками. А я ничего не могу сделать. Волосы мне все повырвалось. И такое неадекватное поведение у ведьмы практически всегда. И как говорят психологи, у таких людей... Может изменяться ясность сознания. На период перевозбуждения может выключаться память. Утрачиваться способность осознавать происходящее. И оценивать последствия такого поведения. Такой человек может быть опасен для общества. За свои проблемы жильцы обратились в полицию. По данному случаю правоохранители проведут проверку. По ее результату будет известна дальнейшая судьба псевдоведьмы.